Дети разных народов Мы за счастье бороться идем В разных землях и странах На морях, океанах Каждый, кто молод, дайте нам руку Наши друзья Песню дружбы запевает молодежь Молодежь, молодежь Эту песню не задушишь, не убьешь Не убьешь, не убьешь Нам, молодым, вторит песни То есть шар зимX Эту песню не задушишь, не убьешь Не убьешь, не убьешь Песню «Не задушишь, не убьешь» Гимн демократической молодежи мира Впервые прозвучал в 1947 году в Праге, в день открытия первого Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Вячеслава Климовича, который просто перенес нас сейчас в Советский Союз. Дело в том, что уже через несколько дней эта песня будет вновь звучать, но уже в Сочи, где начнется 19-й по счету Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 25 молодых людей Гомельщины в числе 300 белорусов будут представлять там нашу страну. Кто эти счастливчики и зачем они едут на международный форум? Что выдающегося успели сделать в своем юном возрасте? Какие планы строят на будущее и вообще легко ли сегодня быть молодым? Поговорим об этом в нашей программе. Кстати говоря, нам очень интересно, дорогие друзья, а что успели сделать вы в свои 30 лет? Звоните в студию. Телефон прямого эфира 34 22 43. Вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Дорогие друзья, а пока я хочу представить гостей в нашей студии. Еще раз это музыкант Вячеслав Климович. Сегодня у нас в гостях первый секретарь Гомельского объединения БРСМ Игорь Завалей. Добрый вечер. И психолог Людмила Тутынина сегодня пришла к нам в гости. Добрый вечер. Ну вот такой у меня первый вопрос, наверное, для начала, для разогрева. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что может дать нашей белорусской молодежи участие в таком вот масштабном мировом проекте, как молодежный фестиваль? Ну, судя по тому, сколько там будет площадок, это и в финансах, и в науке, и в спорте, каждый что-то там получит. Но самое главное, что оттуда привезем и что сможем потом здесь реализовать уже на местах. Тут каждый молодой человек, который туда съездит, он должен для себя понимать, что его цель что-то оттуда привезти, частичку фестиваля и реализовать это здесь уже в области и в республике. Людмила, ты хотела бы... По-моему, привезти не только для себя, но для общества. Почему? Потому что, Наташа, что такая наша молодежь, да? Это будущие политики, это будущие лидеры, это будущие бизнесмены, это будущие директора предприятий, учителя и так далее, и так далее. Пусть едут в мир, себя покажут, на других посмотрят, правда, и привезут опыт, и реализовывают. И вот здесь, на наших белорусских площадках, правильно? Вячеслав, у вас никогда не было такого желания ездить на подобный фестиваль? Нет, дело в том, что я опытный фестивальщик, который поездил по фестивалям, по фестивалям для нас в жизни очень много. Могу сказать, что любой фестиваль, неважно, от его направленности, либо это какой-то жанровый фестиваль, либо это фестиваль вот как этот, да? В любом случае, это какая-то движуха, это какая-то возможность, где-то вот, ну, это интересно, это просто вот, это захватывающе, это тусовка, это люди, это интересные лица. Это новое знакомство, это все равно, да, там завязываются какие-то контакты, общения, дружбы, не знаю, может быть, даже семьи. Не без этого, да, не без этого. Скажите, Игорь, а вообще, насколько популярно сегодня фестивальное движение в нашем регионе, в нашей области, учитывая, что молодежь все-таки сегодня очень активно использует вот для общения современные технологии, компьютеры, социальные сети, казалось бы, ну, зачем же нам фестивали? Ну, в первую очередь, технологии, наверное, живое общение никогда не заменят. Есть в этом свой шарм, как говорится, и свои плюсы. Но фестивали много проводятся и в Республике Беларусь, и в Гомеле, и в Гомельской области. И основная их цель, это, вот, как уже сегодня было сказано, наверное, общение и знакомство, потому что именно там зарождаются какие-то отношения, именно там дружба, которая на века потом сохраняется, а это, наверное, основа успеха. Если вы не против, я вот хочу, чтобы мне подсказывали наши зрители, сегодня это наша молодежь, какие фестивали последние, где они были? Я знаю, гастрономический был фестиваль, гастрофест, что еще было? Олимпия. Фестиваль «Живая вода дружбы», который инициирован клубом «ЮНЕСКО Дружба». Замечательно, вот, видите, мы уже практически побывали на этих фестивалях. Но хочу напомнить, что с 14 по 21 октября наша талантливая молодежь едет в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Так вот, что это за фестиваль? Ведь в советское время, да, по масштабу для молодежи он был, наверное, таким, как вот Олимпийские игры для спортсменов. Но знает ли об этом фестивале наше современное поколение молодое, узнаем прямо сейчас. Напомню, что на этом масштабном форуме нашу страну представят 300 молодых талантов. 25 из них — это представители Гомельщины. И с некоторыми из них мы познакомимся прямо сейчас, дорогие друзья. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут, представитель? Меня зовут Татьяна, я заместитель председателя клуба ЮНЕСКО «Дружба». Скажите, пожалуйста, Татьяна, вы уже знаете, почему именно вас выбрали в составе такой делегации уникальной? Ну, я шла к этому с 2012 года, участвуя во многих международных проектах, конкурсах, обменах, фестивалях. То есть вы, я так понимаю, хотели принять участие в подобном? Я думаю, каждый молодой человек хочет принять участие в подобном фестивале. Ну что ж, тогда попробуйте ответить на вопрос. Сколько стран участвовало в первом фестивале в Праге в 1947 году? Ну, я думаю, что в 1947 году участвовало около 100 стран. У кого-то есть, может быть, другие варианты, мы уже в викторину переходим. Я так поняла, что правильный ответ не знает никто. На самом деле, первый молодежный фестиваль, который состоялся после Великой Отечественной войны в 1947 году в Праге, продлился почти 6 недель. В этом фестивале в нем приняла участие 71 страна. Всего 17 тысяч молодых людей, которые объединились против возрождения фашизма в то время. Кстати, вначале фестиваль проводился каждые 2-3 года, затем перерыв стал увеличиваться, и уже в конце 80-х, в начале 90-х годов между фестивалями произошел самый длительный перерыв. И в почти 8 лет молодежь не встречалась. Скажите, пожалуйста, кто знает из вас, например, когда и где в последний раз проходил Всемирный фестиваль молодежи? Вы знаете. Ну, это был 2015 год, город Каракс. Город Каракс. Ну что ж, 2013 год, Эквадор, почти 5000 представителей из более чем 100 государств мира встретились на высоте около 3000 метров над уровнем моря, чтобы призвать общественность к продолжению борьбы с империализмом. Вот именно так, 4 года назад, после очень долгого перерыва, были восстановлены добрые традиции фестивального движения. Кстати, за 70 лет в разных странах мира прошло 18 таких фестивалей. Сочинский вариант станет 19-м по счету и соберет более 20 тысяч человек из 150 стран мира. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, кто знает, сколько раз за всю историю фестиваль проходил в Советском Союзе? Вот у нас представители, я так понимаю, родители. Вам известно? Нет, я не знаю. Вы не знаете. Вы знаете, сколько раз в Советском Союзе проходил этот фестиваль? Даже не знаю. Два-три раза. Пару раз точно, да? Ну что ж, пару раз мы угадали, можно и так сказать. В Советском Союзе действительно фестиваль проходил два раза. Это было в 1957-м, в 1985-м годах. Кстати, фестиваль 1957-го года, который прошел в Москве, стал самым массовым за всю историю фестивального движения. В нем участвовало 34 тысячи человек. Они представляли 131 страну мира, что в то время стало просто рекордом. Он, кстати, рекорд не побит до сих пор. Лозунг фестиваля в 1957-м году звучал так «За мир и дружбу». А вот уже в следующий раз фестиваль молодежи и студентов вернулся в Москву почти через 30 лет, в 1985-м году, как я сказала. И талисманом фестиваля, кстати, стала кукла Катюша. Вот, да, у нас даже интересные есть фотографии архивные из того события. Вообще, очень интересно узнать ваше мнение. Вот, Юлия, например, скажите, пожалуйста, как вы считаете, какое значение для развития молодежного движения имеет подобные фестивали? Зачем они нужны? Давайте представимся, вдруг кто-то действительно вас еще пока не знает. Добрый вечер. Добрый вечер. Юлия Липовская, второй секретарь Гомельского областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи. Безусловно, фестиваль, конечно же, в первую очередь способствует сплочению, потому что, как бы мы ни говорили, мы живем на разных континентах, у нас разные расы, государства, цели, задачи, может быть. Но молодежь одна. Молодежь, она одна, едина во всем мире, и она хочет общаться, она всегда открыта к мировому сообществу, целеустремленная, инициативная. Спасибо, спасибо. Вот рядом с вами сидит молодой человек, мне интересно его мнение. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Кирианов Максим. Максим, скажите, пожалуйста, как вы считаете, зачем подобные фестивали? И зачем вы туда едете? Чтобы пообщаться с молодежью других стран, поделиться чем-то своим опытом и получить опыт от них. Сколько вам лет? Мне 19 лет. Какой опыт уже у вас есть, и чем вы могли бы поделиться? Я разработчик системы реабилитации после инсульта и других нарушений мозгового кровообращения. Еще раз, сколько вам лет? 19. Как вы в таком юном возрасте разработали уникальную такую технологию? Возраст не проблема в воплощении идей. Где-то уже применяются эти технологии? Везутся клинические испытания в Гомельском госпитале. Вы так четко на все отвечаете, я аж потерялась. Дайте аплодисменты для вас, спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель» и сегодня мы обсуждаем тему «Легко ли быть молодым?» Какие цели ставит перед собой наша молодежь, как долго к ним идут? И нам очень интересно, конечно же, ваше мнение, что вы успели сделать к своим 30 годам. Телефон студии 342243. Есть несколько интересных сообщений в Вайбере. Филипп сообщает нам, что ему, в принципе, легко быть молодым. Он заканчивает школу и собирается стать экологом. Все у меня замечательно. Филипп, аплодисменты для вас. Прекрасная позиция, мне нравится такая позиция. А вот Иван Васильевич говорит, что проблема молодых, где взять денег? Так звучит сообщение, где взять денег, вот проблема молодых. Да, вот так считает, наверное, я так понимаю, чуть постарше поколение Иван Васильевич. Есть еще Никита и Виктория. Поздравляем наших ребят с поездкой на фестиваль. Отличная возможность рассказать о нашем городе, о нашей стране, всему миру. Мы с вами, ребята. Вот спасибо, Никита, Виктория, ребята тоже с вами. Игорь, давайте так более подробно. Вот мы уже узнали, кто эти счастливчики от нашего региона. Но если в общем сказать, кто будет представлять Беларусь в Сочи и какое место занимают наши гомельские ребята там? Ну, были определенные критерии. Мы хотели, чтобы в этом форуме поучаствовала вся категория молодежи. Это и студенты, и работающая молодежь. И основной критерием это был, конечно, их активная жизненная позиция. То есть они должны были принимать участие в различных конкурсах, как уже здесь говорилось, с какими-то идеями, инновацией. Не просто, что человек, который до этого ничем не занимался и тут вдруг поедет в Сочи. Нет, это человек, который уже что-то сделал и уже доказал свое, скажем так, право на эту поездку. Ну вот я узнала, что сегодня молодой человек разработал уникальную перчатку. Так, может гордиться наше здравоохранение. А какие еще интересные ребята поедут в Сочи? Ну, что касаемо научной деятельности, вот Максим победитель конкурса «Соста идей для Беларуси». И именно при поддержке Союза молодежи были организованы эти клинические испытания в госпитале. И сейчас мы готовим документы для уже финансовой поддержки этого проекта, для того, чтобы сделать именно, скажем так, более уже презентабельный эти, ну, сам этот аппарат. Чтобы уже выходить на какой-то рынок. Потому что это своего рода стартап, несмотря на то, что он преследует благие цели. Ну, это стартап, да, и как любой молодой человек, он хочет заработать, наверное, пустить эти деньги на другие свои проекты. А вообще был какой-то отбор? Отбор был очень жесткий. Как это вообще происходило? Ну, происходило это, во-первых, очень долго и мучительно. И подбирали людей, которых мы подавали списки уже в Российскую Федерацию. Потом эти люди регистрировались, я хочу сказать, что по линии Союза молодежи мы подавали более 60 человек. И уже на усмотрение Российской Федерации они принимали окончательное решение о том, поедет этот человек или нет. Потому что, чтобы не было перекосов, чтобы не было либо только работающая, да, основная масса молодежи. То есть разные сферы должны быть. Да, чтобы они для себя пропорционально разделяли. Поэтому вот в этот список попало 25 этих счастливцев, которые все-таки отобрались на уровне Российской Федерации, будут представлять Республику Беларусь и Гомельскую область уже в Сочи. Мне почему-то кажется, что Вячеслав хочет задать вопрос, музыканты едут или нет. Вам не интересно? Мне очень интересно. Есть среди них музыканты, артисты? Едут, как я сказал, и финансисты, и музыканты, и... Банкиры, финансисты, ученые. Потому что это площадка, которой давно уже не хватало. Если, как вы сказали, в 2013-м был призыв борьбы с империализмом, да, то, ну, наверное, это неправильный призыв для форума молодежи борьбы. Сам призыв, да, то есть эти вещи делаются для того, чтобы молодежь туда съехалась и исключительно в мирные русла были направлены их действия. Очень хорошо акценты смещать. Да, и видите, поэтому здесь, здесь, здесь этот фестиваль именно направлен на другое. Я думаю, что финансисты очень много узнают о криптовалюте, да, и сейчас эта тема на слуху, биткоин и криптовалюта. И представители Беларусьбанка едут, которые уже именно в рамках этого форума что-то, может быть, узнают у себя нового, и скоро, может, с вами будем уже рассчитываться по-другому. Вот так вот, даже так. Ну что ж, дорогие друзья, на самом деле скоро в этой студии появится та самая молодежь, которая вот-вот скоро отправится в Сочи. Они придут к нам для того, чтобы поговорить и рассказать о том, что же они хотят, с кем познакомиться и что хотят рассказать, скажем, международной молодежи. Ну, а вспомнить молодость сегодня в студию пришел наш добрый друг, музыкант Вячеслав Климович. Как говорится, нам песня, вот так хочется сказать, строить и жизнь помогает, да? Вячеслав, вот если можно, спойте нам. Знаете, я очень долго думал, какой песня вообще, вот на самом деле у меня есть такая штука, что я могу до последнего момента не знать, что я буду петь, да, вот это такая особенность. Сейчас знаете? Да, но сейчас я вот, наверное, все-таки знаю. Вот, а в начале 90-х, тогда, когда, вот в конце 80-х, начало 90-х, когда, ну, я вообще сейчас я считаю молодым, на самом деле. Вообще, по данным ЮНЕСКО, до 44-х лет я считаю молодым. Вот по данным ЮНЕСКО. Не, это считается молодым. Вот я уже год как-то не попадаю в эту категорию, по данным ЮНЕСКО. Но, тем не менее, вот моя молодость, наверное, да, она была связана с поездками очень многими. По фестивалям авторской песни, на которых я очень, ну, очень много объездил. И то, что мы пели, когда мы ездили, ехали там в вагонах, там, когда большие компании, когда проводники нас там пытались заткнуть и не давали нам петь в магнитную ночь. И вот я что-то вспомнил одну песенку, которую написал такой старый российский бард Виктор Берковский о стихи моего большого друга и друга нашего города Дмитрия Антоновича Сухарева. Вот. Вот такая песенка. Очень молодежная. На тот момент она была таким хитом. Люди старшего поколения могут даже помнить. Альма-Матер, Альма-Матер, легкая ладья, Белой скатертью дорога в ясные края. Альма-Матер, Альма-Матер, молодая прыть, Обнимись, народ, лохматый, нам далеко плыть. Вид отважный, облик дружный, Ветер влажный, ветер южный, Парус над волной, Волны катятся полого, Белой скатертью дорога, Вечер выпускной. Альма-Матер, Альма-Матер, старый брандулет, Над кормой висит громада набежавших лет. Ветер влажный, век железный, И огонь задут. Здравствуй, здравствуй, пес облезлый, Как тебя зовут? Обними покрепче брата, Он себя любил когда-то. Давние дела, Пожелай совсем немного, Чтобы нам с тобой Дорога скатертью легла. Альма-Матер, Альма-Матер, Прежних дней пиры, Не забудем аромата Выпускной поры. Лег на плечи, лег на плечи Наш нелегкий век, Обними меня покрепче, Верный человек. Видишь, карточка помята, В лыжных курточках щенята смерти. Ни одной волны катят с ополога, Белой скатертью дорога, Вечер выпускной. Волны катят с ополога, Белой скатертью дорога, Вечер выпускной. Дорогие друзья, в прямом эфире добрый вечер, Гомель. Тема нашей программы «Легко ли быть сегодня молодым?» И нам очень интересно ваше мнение, Что вы успели сделать к 30 годам? Звоните в студию, наш телефон 34-22-43, Пишите в Вайбер или в нашей группе ВКонтакте. Ну а сейчас я хочу пригласить в эту студию Марину Туровец и Галину Друзь, Которые уже в эту субботу будут гулять по улицам Сочи На международном фестивале молодежи в составе белорусской делегации. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ну, во-первых, очень хочется обратить внимание на форму. На форму с национальным орнаментом, Которую, я так понимаю, пошли наши белорусские дизайнеры Специально для участников фестиваля. Все только белорусское, да, и Коминтерн, и 8 марта. Практически ведущие все предприятия Республики Беларусь Приняли в подготовке форму для делегации. А вот по такой форме белорусскую делегацию, можно так сказать, по таким костюмам, я бы сказала, белорусскую делегацию будут узнавать в Сочи. Игорь, у вас есть такой костюм? Да. То есть и спортивный, и не спортивный? Да, и спортивный, и классический, и классическая форма. То есть на все случаи жизни будет там. Они пришли как модели, да, и мы уже говорим о том, как они хорошо выглядят. Ну что ж, дорогие наши, я так понимаю, что вы уже пакуете чемоданы. Расскажите, пожалуйста, Марина, вот чего ждете от поездки в Сочи? Ну, в первую очередь, я жду потрясающего времяпрепровождения, да, потому что это очень масштабный фестиваль. Эмоции аж зашкаливает, оно видно. Да, уже где-то мыслями далеко в Сочи. Вот что я хочу сейчас сказать. Жду, конечно, еще получения каких-то новых навыков, знаний, потому что, мне кажется, это очень будет здорово, инвестиция в свое развитие. Потому что, почитав на сайте, нас ждет очень много дискуссионных, культурных, спортивных программ. Вот. Далее, что мне еще очень понравилось, да, что, находясь в одном городе, за такой короткий промежуток времени у нас будет возможность познакомиться с национальными какими-то особенностями зарубежных стран. Потому что 150 стран собрать вместе, ну это... Ну, тебе надо, главное, успеть познакомиться с каждой страной. Галина, ну а скажите, вот, пожалуйста, для вас волнительно, наверное, все-таки участвовать в таком международном большущем событии? Ну, в международном событии участвовать не впервые, но в настолько массовом. Это, конечно, колоссальное волнение. И, ну, мы надеемся, что мы оправдаем те надежды, которые на нас возложила наша область. Ух ты, вот так вот даже. Ну, я так понимаю, что с настроением вы замечательным уже собираетесь дорогу, да? Мы собираемся передать его еще и другим. Отлично. Мы сейчас продолжим разговор. С вами у нас есть простелефонный звонок. Мы внимательно послушаем наших телезрителей. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Так, слышно. Я из Гомеля. Хочу сказать, что молодость — это легкость в делах, жизни, позитив. Также хочу пожелать всей нашей молодежи быть более уверенными, упорными в достижении поставленных целей. И мне кажется, что на сегодняшний момент именно амбициозности, уверенности не хватает всей нашей молодежи, живущей в Белоруссии и в других странах. Ух ты, спасибо, спасибо. Извините, пожалуйста, если вы еще не отключились. А сколько вам лет? Вы себя причисляете еще к молодежи? Если исходя из того, по данным Всемирной Организации, молодым человеком считается человек в возрасте от 30 до 60 лет. Я очень счастлива себя с молодым людям. Так мы еще тут все дети практически. Ну тогда да, вы молодежь, наверное, да, я так поняла? Спасибо. Конечно, девушка. Спасибо вам большое за звонок. Ну вот так вот, видите, не знаю, мне кажется, такие амбициозные люди сегодня сидят на студии, а наши зрители считают, что чего-то не хватает. Марина, а вот скажите, как вы считаете, почему выбрали именно вас? Смотрите, мне приглашение поступило вообще от Белорусской Молодежной Организации Спасателей Пожарных. Еще начиная со школьных лет, я активно участвовала во всех мероприятиях, которые проводили МЧС. Это и творческие конкурсы, и слеты юных спасателей пожарных, и международные республиканские соревнования, акции, полевые лагеря, и очень-очень много всего, даже не буду перечислять, загрузить. Закончив школу, поступив в университет, я продолжила активно участвовать в сфере МЧС. Вот мы уже ездили командой от нашего университета, Белгута, представляли Гомельскую область на республиканском конкурсе «Студенты безопасности в будущее». И вот все четыре года мы были призерами. А что такое «Студенты безопасности в будущее»? «Студенты безопасности в будущее». Что конкретно вы, чем можете гордиться, или, допустим, рассказать там, в Сочи, о безопасности? Да, мне что нравится, это очень масштабный, во-первых, конкурс, тоже республиканский, как я уже говорила, и объединяет ребят, правда, в нашей республике, очень много эмоций, и что самое главное, ты можешь на самом деле почувствовать себя спасательным, ты можешь попробовать, как это и что. Потому что там тоже очень много разных направлений, это медицина, и ОБЖ, и пожарно-спасательный спорт. И ты как бы так немножечко к этому всему приобщаешься, и понимаешь, что уже даже идя по городу, в своем городе, если где-то что-то случится, ты можешь чем-то помочь. Спасибо. Аплодисменты, да. Да. Галина, скажите, пожалуйста, а что вот вы успели сделать выдающегося в своем возрасте, довольно молодом? Вот как считаете сами, что стало все-таки поводом для такой поездки? Потому что я работаю с будущей молодежью, с детьми. Вы педагог. И, наверное, да, я педагог-организатор средней школы номер один города Гомеля. На базе своей школы я сделала первой в республике детский волонтерский отряд. Детское, наверное, и молодежное волонтерское движение, которое работает с добровольным пожарным обществом. У нас сегодня все об одном с Мариной. Безопасность, я поняла. Да, ребят легким простым языком рассказывают, что такое безопасность, что такое безопасная жизнедеятельность, и в игровых концертных формах преподносят ее окружающим. Но волонтерам нельзя быть в каком-то одном направлении, да? Поэтому учим быть добрыми во всем и всегда. А что сделала, почему еду именно я? Ну, потому что мне есть кому это передать. Тот опыт, который мы получим, и я его обязательно передам. То есть у вас есть огромное желание оттуда привести какой-то опыт, да? Я думаю, у каждого делегата от нашей области и вообще от нашей страны, да, наверное, со стран всего мира. У всех, наверное, это первоначальная задача. Ну, вы знаете, вот это надо, мне кажется, понимать, четко понимать эту задачу. Это надо созреть, наверное, для того, чтобы понимать, что есть что-то не развлекаться, да? Не просто там знакомиться, общаться, а и действительно еще должен, как посол такой мира, да, вот, и доброй волей что-то привести. Ну, что ж. Ну, я вот думал еще, да, добавить буквально пару слов, что мы туда все едем, да? У каждого есть своя цель и задача, у кого-то техническая, у кого-то финансовая какая-то. Но мы даже и не представляем, да, мы, наверное, представляем только верхушку айсберга, что там будет происходить. Поэтому я уверен, да, что очень многие для себя почерпнут того, что даже и не планировали, и не мечтали. Людмила. Я хотел сказать, Наташа, что взрослые утратили язык дипломатии, да, вот на сегодняшний день. Ведь на самом деле мы сейчас живем в очень тревожное время. Даже если мы закрываем на это глаза, время тревожно, правда? И поэтому будет очень здорово, что дети со всего земного шара соберутся. Пусть дети договариваются, если мы, взрослые, не можем сохранить мир мирным, правда? Поэтому вот, девчонки и мальчишки, вам такая задача, да, вот, договариваться на всех уровнях, рассказывать. Спасибо, Людмила, спасибо большое. Я бы хотела еще спросить у Игоря, а что конкретно будут представлять вот наши гомельские ребята там? Уже известны какие-то там площадки, мероприятия? Да, ну, как я уже сказал, у нас есть именно из работающей молодежи, это и финансовый сектор, и отраслевики, и железная дорога. То есть они будут работать на своих площадках по обмену опытом. Это основное, да, то есть основная цель это приехать, рассказать о себе, подчеркнуть какую-то информацию, приехать сюда и воплотить это уже здесь в жизни. Это основной. Ведь 20 тысяч молодых людей, которые туда приедут, они каждый, если там был такой отбор везде, по каждому молодому человеку был очень строгий отбор, и каждый молодой человек туда не просто так едет. Потому что я думаю, что некоторые думают, что вот, там набрали. Нет, очень жесткий отбор. И я за каждого человека из делегации ГУНСКО власти готов поручиться, что это человек, который достоин этой поездки. И вот он должен приехать туда и рассказать о своем опыте, взять какой-то опыт, приехать сюда и реализовать его здесь. Но на каких мероприятиях будут участвовать, я так понимаю, это еще загадка, никто не знает, да? Нет, мы знаем, что будут площадки. Какие площадки по направлениям. Когда мы приедем туда, уже будет более подробно. Да, да. Это роль самого большого в мире среди неспортивных мероприятий. Вот вы знаете, Вячеслав, слово волонтер, вам в принципе понятно? В общем-то да. В принципе да. А вот скажите, в вашей молодости, да в нашей даже молодости, да, было вот какое-то такое вот сильное внимание благотворительности и добрым делам? Как сегодня мы уделяем волонтерству? Ну, мы-то росли на традициях тимуровцев. То есть это и есть сплошное, одно сплошное волонтерство? Название, да. Сколько названий поменялось? В общем-то да. Вот. Ну, я так вот по себе не скажу об этом, но то, что просто такие процессы в моей молодости происходили, и ты даже был комсомол, комсомол много чем занимался, такими вещами. Хотя, мне кажется, больше декларации было, как бы больше было декларировалось, что вот мы делаем, не знаю, насколько оно делалось на самом деле. Хотя вот взять, например, тот круг, в котором я был, в кругу авторской песни, я знаю, что наши, вот мои там еще, которые были до меня, ребята, которые были чуть постарше, да, они ездили с агитбригадами на БАМ, вот чтобы они что-то вот ездили. У них происходили какие-то, давали какие-то благотворительные концерты, они постоянно выступали. Оно было, оно было немножко другим, вот. Другое время было, другие были ценности немножко, другие были механизмы реализации, вот этих всех, всех. Не было интернета, все происходило совершенно по-другому. Вообще все было. В режиме онлайн. Да, в режиме онлайн. Я смотрю, Галина хотела как-то добавить, прокомментировать. Да, все то же самое осталось. У нас остались те же тимуровцы, просто так называют ребят, которые занимаются конкретно этим направлением в Белорусской Республиканской Пионерской Организации. И, в принципе, тот же комсомол, все живо, просто все преподносится в новой форме, на языке понятному. Может быть, должно, мне кажется, тогда было просто очень много идеологии в этом. Мне кажется, идеология могла как-то ретушировать какие-то действительно, реальность, реальные какие-то дела. Вот мне кажется, что сейчас все-таки время такое менее идеологизированное. Сейчас возможности больше делать действительно как-то вот все честнее, что ли, не знаю. Мне кажется, можно даже поспорить на эту тему, потому что, Людмила, мне интересно. Вот, Аш, вообще, что такое волонтерство? Вот что, да? Вот что заставляет наших молодых людей? Это потребность нормального человека делать добро другим людям. И все. Раньше была такая потребность, и мы, скажем так, не волонтерили, мы так жили. Да, мы так жили. А на сегодняшний день вот эту потребность просто назвали волонтерство. Вот хочется тебе, например, лес поубирать, да? Вот если ты просто пойдешь, то это вот как бы зону души. Не знаю, я не знал молодого человека, которому хочется вот так вот сидеть на диване, думал, пойти лес поубирать. Я не знаю. А много таких ребят? Это очень организованное должно быть какое-то движение. Но если ты идешь не один, а грубой, то это называется уже волонтерство. Я заметила главное слово, это весело, да? Не, ну так... И организованное. А одному в лесу что там делать? Они всегда интересны. Спасибо. Очень интересная дискуссия получилась. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Мы готовы с вами познакомиться. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Герасим. Герасим, слушаем. Можно я отвечу на ваш вопрос, легко ли быть молодым? Можно. Мне будет ответ в стихах. Замечательно. Легко ли быть молодым? Спросил я как-то моряка. Он был давно уже седым и жил на башне маяка. Мне ответил старый лоцман. На маяк легко плывется, но труднее вообще века плыть во мрак от маяка. Да, молодым легко живется. Они плывут все на маяк, а старикам лишь остается хранить его. Сказал моряк. Удачи вам. Спасибо. Спасибо, маяк. Да, в принципе, наверное, это те ценности, которые, вот видите, объединяют молодежь и старшее поколение. Спасибо. Очень замечательные стихи. Как раз таки вот в тему нашей программы. Волонтерское движение в нашем регионе, вот мы затронули просто эту тему, оно вообще хорошо развитое. И стоит ли его вообще... Ну, я хочу сказать в первую очередь, что меня радует, что оно сейчас модное среди молодежи. А это немаловажно, потому что гораздо больше молодых людей, даже, может быть, не зная, да, что у него на уровне подсознания это есть внутри, оно просто не раскрыто. Ну, он там ходил в школу, пришел в университет, никогда не занимался этим. И тут, попробовав один раз, благодаря, неважно какому движению, доброе сердце или благодаря еще какому-то общественному объединению, не только союзу молодежи, он в себе это понял, что это его, ему это нравится. И благодаря тому, что оно модно, оно набирает сейчас обороты и становится наиболее обширно среди масс именно молодежи. И что особенно радует среди работающей молодежи, потому что это те люди, у которых есть уже семья, есть уже работа, да, но у них есть свободное время, куда вот что-то им хочется делать. Кто-то в творчество уходит, а кто-то помогает детям. У меня еще один вопрос, Игорь, как вы считаете, насколько сегодня наша молодежь занимает активную все-таки или неактивную позицию в обществе? И какую, в принципе, вообще роль в обществе играет сегодня молодое поколение? Вопрос сложный, понятный? Она, наверное, во все времена молодежь была, есть и будет активной. Просто сейчас она в информационный век более такая коммуникабельная, более легче она на подъем, наверное, в плане того, что сейчас кликом мышки, мышки можно за полчаса собрать группу молодых людей, инициативных, которые пошли бы вот в лес. В лес собирать мусор. То есть есть, она не изменилась, изменились формы работы с этой молодежью, и все. И все, Людмила. Наташ, ну мне кажется, вот современной молодежи, да, не хватает таких обширных, больших проектов, такие, например, как у нас. Типа БАМа, да. Вот чтобы все вместе, или, например, там, освоение, там, Сибири. Помните, была песня, там, про самолет, там, что мы все... Смотри, как заулыбался Игорь. Он на пистоле, как наша молодежь. Да, да, здорово. Потому что, понимаете, вот собирать мусор вокруг Любинского озера, это все хорошо, ребят. Ну это тоже надо. Ну вот чего-то помасштабнее, да. А помните, были, например, раньше стройотряды, я очень хорошо помню, да. Они сейчас есть. Нет, 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 стройотряд на железной дороге. Садишься в поезд, да, а там студенты, как они чай заварят, как они ухаживают за тобой. Помните, это было время? Мы нет. Мы нет. Вот видите, Наташа, дело в том, что это было время, когда дети участвовали, очень рано начинали участвовать в жизни общества. И это не была игра, это были настоящие серьезные проекты. То есть можно было пойти работать, вот как я, в 15-17 лет, в 15 лет, в 16 лет, как нечего делать. Понимаете? А сейчас у людей есть потребность. В чем эта потребность? Да в служении обществу. Давайте назовем вещи своими именами. Желание быть патриотом своей страны. Мы сегодня этого слова вообще даже не употребляем. Любила, я начинаю наблюдать, знаешь, вот эту пропасть между молодежью и нами, не кажется? Вот я сегодня, когда им говорила, ребят, смотрите, вы же страну представляете, вы же не просто так, вы же чуть ли не дипломатический корпус. Я им дала такую установку. Но о чем идет разговор? О том, что вы представители страны, да, это дипломатическая миссия, то есть нужно приподнимать вот эти вот, понимаете? А то едем, мы там финансы как-то, о финансах будем говорить, там. Не надо уменьшать, нужно наоборот поднимать статус этих детей, понимаете? Ну, мое какое-то внутреннее ощущение вот такое. Поэтому и появляется вот волонтерство, вот хоть что-то, дайте хоть что-то сделать для этого общества. Хоть что-то. Ну, это мое такое вот какое-то... Я хочу сказать, что все, что вы сказали, оно есть, просто другими словами называется, другими названиями. Ну, назовите, назовите. Ну, стройотряды есть, строят, ездят в поездах, заваривают чай, играют на гитарах, просто вы уже не ездите в этих поездах. Ну, посмотри, где тот поезд? Я уже хочу в этот поезд. Людмила, мы тебе обязательно расскажем. Хотелось бы обратиться к нашим зрителям, потому что они тоже подключились к нашему разговору и с удовольствием высказывают свое мнение. Отвечают на вопрос, легко ли сегодня быть молодым? Мария пишет, молодость это самый легкий период в жизни, самый позитивный. В этом возрасте все легко и весело. А вот Дарья и Макс сообщают, что мнение молодежи сегодня, кстати, мало кого интересует. Почему-то считается, что мы слишком мало знаем о жизни, чтобы наравне со взрослыми участвовать в решении проблем. А так хочется быть услышанным. Ну, я думаю, что сегодня... Вот это глаз народа. Да, сегодня такая возможность, мне кажется, есть у всех, и у молодых, и не очень. Ну, а вот Олеся, пусть Вячеслав еще раз споет. Мне нравится, как он играет. Вячеслав просим. Он так, разрешили. А давайте сделаем лирическое отступление. Все-таки вот есть такое прекрасное время года, как осень, которое нужно каким-то образом отметить в наш сегодняшний вечер. И вот такая песенка, она достаточно веселая, хотя она даже осенне-весенне. Называется «Я скучаю по апрелю». За окном осень разольет багрянец, чтоб потом станцевать из листьев танец на краях, размывая акварели. Ну, а я, я скучаю по апрелю, ты одна в этом городе промозглом. Чья вина в том, что измениться поздно, чья вина в том, что извиняться рано, не до сна. Тонут фонари в тумане, листопад, ты вместе с журавлиной стаей улетай. Пускай дворы, деревья, крыши снегопад нам с чистого листа напишет. Ну, а там, глядишь, весна. Ты прости, я глупец, каких не встретишь, но грустить смысла нет. Пока на свете есть любовь, мы с тобой ее листаем вновь и вновь. Ты же знаешь, лед растает, а пока охра укрывает скверы и рука. Тянется к руке, а веры не занять. В круговерте, в карусели будем ждать. Все, что сбудется в апреле, листопад, ты вместе с журавлиной стаей улетай. Пускай дворы, деревья, крыши снегопад нам с чистого листа напишет. Ну, а там, глядишь, весна. Па-дам-пам, па-дам, 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 па-дам-пам. Легко ли быть молодым? Тема сегодняшнего доброго вечера. Мы работаем в прямом эфире и продолжаем разговор. Очень увлекательный разговор. Вот я хочу, Людмила, его, может, так сказать, продолжить. Такое, твое направление. Помнишь ли ты вообще свою молодость? Как изменилась молодежь за это время? Я бы хотела, чтобы, может быть, и Вячеслав тоже подключился к ответу. Наташа, пусть я буду дерзко, но у меня такое ощущение, что я еще все-таки остаюсь молодой. Прости, Людмила, прости. Я забываю про юность, про все эти смирные организации, которые вы всегда не увеличили возраст молодых. Конечно, помню. Конечно, помню. Я училась в педучилище, кстати, вместе с Димой Хворостовским, очень известным оперным певцом. У нас было очень много разных проектов. За одной партой, может быть? Нет, мы учились, я училась на учителя начальных классов, а он был музыкантом. У нас было два отделения. У нас было очень много мероприятий разных. Это какие-то фестивали, конкурсы. Это волонтерство с современным языком. Это какие-то танцы. Это, ну, жизнь просто кипела. Хотя наша молодость была достаточно голодная. Голодная. Мы очень рано начинали работать. Я пошла работать, мне было 15 лет. Я работала на двух работах. Но при этом мы успевали поработать, поучиться, еще куда-то поволонтерить, говоря современным языком. Мы были очень счастливы. И тот, кто говорит, что было плохо, не всегда удивительно. Где они нашли то плохо? Было очень много здорового, активного. Людмила, скажи тогда, как же изменилась молодежь за это время? Что конкретно, например, тебя пугает или, наоборот, радует? Давай так. Наташа, сейчас даже появилась вот психология, такая вот градация, да? Поколение Y, поколение Z и так далее. И психологи уже давно отследили, чем отличается, например, современная молодежь от молодежи, например, там, ну, от моего поколения, да? Ну, это 80-е, 90-е. Да, это где-то 80-е. То есть разница очень большая. Например, мы были заточены на что? Раньше думай о родине, а потом о себе. И я хочу сказать, что я с этим прожила всю жизнь, проживаю, да? И я человек, ну, например, любой ваш звонок с телевидения, Людмила, сможешь ли ты? Первое, что вы слышите, конечно, я всегда готова прийти, да? Безотказность. Безотказность, да. Воспитанная тогда. Конечно, это у людей моего поколения, оно в крови. Раньше думай об обществе, в котором ты живешь, да? А потом о себе. Современная молодежь, она заточена больше на самореализацию. Это не есть плохо, это просто разница, да? Мы думали, у нас больше было разница коллективное мышление, здесь индивидуалистическое мышление. Вот вам разница. Я бы хотела, Игорь, задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, легко ли сегодня быть молодым человеком? Вот какие все-таки амбиции сегодня у наших ребят? Вы это знаете наверняка. Вот что они хотят, чем интересуются, и как, главное, решают какие-то свои проблемы? Как они ведутся? Ну, я могу в таком небольшом относительном диапазоне сравнивать, да? Когда я был студентом, и уже сейчас возраст. Ну, мне кажется, намного амбициознее стала молодежь именно в плане своего проявления индивидуальности каждого. Индивидуальности, да. То есть каждый, это даже выражается в одежде. Даже в одежде выражается. Если раньше было, ну да, как бы был фактор возможности, да, то есть покупать было. Это очень важный фактор. И невозможности, да. Но тогда просто их называли там банки, хиппи, да, не всегда. Если человек хотел самовыразиться, он находил этот, он находил, где купить эти джинсы. Он находил, где купить эти джинсы. Что можно себя проявить. И есть сейчас очень много общественных объединений. Просто тогда это был комсомол, сейчас Союз молодежи, ЮНЕСКО, пионерская организация. То есть очень много общественных объединений, благодаря которым ты сможешь свои амбиции проявить. Но я вот соглашусь, что на самом деле у каждой медали есть две стороны, да. И вот где-то порой не хватает коллективизма. Потому что во многих, во многих, и есть такая поговорка, да, если взять прутик один сломать, то его легко сломать. Если их взять десять, то ты уже их не переломишь. То у этой медали есть вторая сторона, помимо того, что очень много молодых себя людей реализует. Но вот нехватка где-то в каких-то моментах этого коллективизма не позволяет реализовать более какие-то, может быть, масштабные идеи. Спасибо большое. Спасибо большое. У меня к вам вопрос. Попробую задать, может быть, получится получить ответ. Марина, два-три пункта. Назовите первые. А вот так в отношении еще скажу. Высказать хотите? Да, коллективизма. Я считаю, что очень даже присутствует. Даже если брать вот мою сторону, МЧС, у нас все было направлено именно на команду, на коллектив. Если ты один, и если ты как-то, как говорится, сам по себе, то ты ничего не добьешься. То есть у нас тоже самое главное было коллектив. Поэтому, не знаю, я весь его расчет. Вот они наши амбициозные молодые люди. Очень правильно. Если есть твердая позиция, вы ее будете очень легко отстаивать. Никто не говорит, что тогда же тоже индивидуальность не отсутствовала. И сейчас коллективизм не отсутствует. Я говорю о том, что преобладает. Преобладает. Понятно. Спасибо. Марина, скажите, какие ваши цели, задачи по жизни? Ну, такой вопрос. Даже не знаю, как по-другому его вам задать. Первые три. Чего вы хотите добиться? У вас же есть цель? Ну, конечно, конечно. Первая. Что это? Есть цель. Можно немножко еще отойду? Я вообще считаю, как говорят, легко ли быть сейчас молодым? Это может быть и легко, может сложно. У каждого, да, по-разному. Но я считаю, что у нас сейчас очень интересный, соответственно, период. Но самый важный, самый ответственный. Потому что, согласитесь, то, что мы сейчас сделаем, то, что мы в себя вложим, то и в будущем и на нас, да, отразится, и на нашей стране, как говорится, мы будущее. Поэтому вот эти все конкурсы, фестивали, даже самореализация, это все потом составляет нашу страну. Мои цели, конечно же, стать собой, да, услышать себя, это добиться чего-то. То есть, первое, вы хотите чего-то добиться в жизни? Конечно, конечно. Ну, для меня вообще самое главное – это семья, в первую очередь. Итак, так семья или добиться? Семья первая. Дальше. Далее, конечно, тоже… Добиться чего-то, то есть самосовершенствоваться как-то, да? Сказать, да, да, и уже, наверное, на последнем месяце я оставлю карьерный рост. То есть, три момента. А добиться для себя что-то и карьеры – это несколько разные вещи, да? Нет, здесь, наверное, больше в себя вкладывать чего-то, какие-то знания не в карьерном именно плане, да, а именно в каких-то личностных. В знания иностранных языков, путешествия, саморазвития. Спасибо большое, спасибо, очень интересная позиция, а главное – откровенная. Галина, вот попробуйте ответить тоже на этот вопрос. Вот сейчас думала, сидела. Наверное, главная цель по жизни, я не знаю до сих пор, куда именно, кем именно я хочу… Я не знаю. И какой-то такой мегаглобальной цели, вот, в которой я пойду через всё, у меня тоже нет. Наверное, это идти по жизни, быть честной перед собой, научиться тому других, и всё-таки заниматься тем, что ты действительно любишь, вот в этом плане себя слышать. Ну, потому что тогда всё получится. А купить квартиру, машину, съездить там… Это всё уже… Понимаете, если у меня сейчас не будет квартиры, а если она у меня будет, у меня не будет людей, с которыми это можно разделить, то, я думаю, каждый понимает, что она, в принципе-то, и не нужна, а счастье не в стенах всё-таки. Спасибо, это вот, спасибо за ваши такие откровенные ответы. Людмила, вот важный вопрос, как изменилась психология молодого человека вот за эти годы. Давай, я предлагаю составить такой социальный портрет молодого белоруса, и вот, может быть, даже как-то попробовать здесь вот у нас на доске прописать какие-то ценности, да, потому что кто как не ты, конечно же, это знает. Давайте поможем. А я предлагаю разделить на две части доски, слева написать ценности вашей молодёжи, вашего поколения, вашего поколения, вашего поколения, и сравнить потом. Это то, что я говорила, по ценностям, да? Это наша молодёжь или не наша? Это ваша. Начнём с вами. То есть это старшее поколение, старшее поколение, да, а это молодёжь, да? Да. У нас есть старшее поколение, можем спросить. Вот на первом месте у вас, в вашей молодости, что было? Работа. Ещё я хочу заметить, я хочу заметить, наше поколение, вот что сейчас нас волнует, мы между собой, старшее поколение, беседуем. У нас, чтобы не пойти в армию, было стыдно не пойти в армию. Сейчас вот слышишь, они, я не хочу, и они восхищаются, молодые, что он не хочет. Спасибо. Проявление патриотизма. Вот на первое место, да, я бы поставила вот то, о чём вы говорите. Это была не просто работа, это было служение обществу, понимаете? Если ты вне общества, ты изгой. Поэтому... Я хочу заметить, вот, подчеркнуть вернее. Когда мы работали, мы старались один перед одним как-то больше, больше не так, чтобы спрятаться и наблюдать. Спасибо, спасибо большое. Итак, работа. Я написала три вещи. Работа, патриотизм, Родина. Где же семья тут? У нас не было такой ценности? А дело в том, что общество тогда было для нас семьёй. Вспомните, где мы росли? Мы росли в школе, мы росли в клубе, мы росли в каких-то общественных структурах, общественных объединениях, в клубе самодетельная песня, которая нам заменяла семью. То есть у нас работа была даже увлечением, скорее, да? Может быть, вот это было ценно. Мы были больше социальные существа, а современная молодёжь... Веселит. Да, мы уже посоветовали. Вы уже посоветовались, да, и решили свои ценности. Семья на первом месте. Семья, конечно. Семья на первом месте. Причём это не просто ваше решение. Я знаю, что есть даже специальные социологические опросы, проведенные на нашем регионе. Исследование область полком проводила, исследование. Вот уважаемый наш коллега может подвергнуть. Союз молодёжи, да, мы подключались к нашему интерьеру и брали опрос. Да, семья на первом месте, на самом деле. На удивление. У современной молодёжи. Это очень радует. На втором. Образование. Ну, а то, что было у нас раньше, давайте повспоминаем. Я думаю, что и на втором месте было... Семья обязательно была. Семья, конечно. У кого-то на первом, у кого-то на втором, но семья это... А почему у нас на первом месте один фактор, а у вас три? А почему? Потому что вот это, это сплав. Сплав семьи нет. Нет, работа, патриотизм, Родина. Вот это всё, я так понимаю, было... По поводу желания служить в армии, это всё здесь было, да, на первом месте. Итак, давайте продолжим. А не семья была, всё. Почему мы работали? Потому что смотришь, как в семье родители пашут, и начинаешь сам работать, чтобы как-то разгрузить их. Спасибо. Спасибо большое. Итак... Если бы не думали о семье, не работали. Если бы не думали о семье, не было патриотизма, и о Родине же не думали. Всё взаимосвязано. Хорошо, Людмила, итак, третий пункт. Давайте про современную молодёжь. Семья, саморазвитие. А вот то, что вы говорили, на третьем месте у вас было что? Карьера. Да, ну, работа, карьера, да. Работа, карьера. Ведь куда-то надо девать эту самореализацию. А где материальные ценности? Зарабатывать на семью. Где материальные ценности, да, вот в это... Вот в этих пунктах. Они присутствуют... Вот у современной молодёжи материальные ценности стоят достаточно близко к первому пункту. Это где-то в четвёрочку, в пятёрочку они ходят. То есть ощущается всё-таки влияние материальных ценностей в идеалах современной молодёжи. И потребление. Плохо это или хорошо. Материальные блага, мы их так назовём, работа, карьера. Для того, чтобы получить саморазвитие, работу, нужно себя обеспечивать. Нужно обеспечивать. То есть получается, что вот психологи утверждают, что современная молодёжь, она нацелена прежде всего ещё и на успех, да? На успех. Личностный причём. Личностный успех. И хочет получить всё быстро и сразу. И карьеру побыстрее, и должность побыстрее, и зарплату побыстрее. Есть такое. Людмила, а вообще оправданы ли такие вот ожидания в 25 лет? Вот что скажет психология? Вы знаете, когда началась перестройка, да, и мы потеряли вот эти ценности, мы их просто-напросто выбросили и сказали, всё, нам это не надо, да? Мы детей загнали куда? Мы заставили их жить ценностями на какой-то период времени, ценностями, скажем так, индивидуализма. И был очень сильный крен, да, крен, что вот ты должен быть самым лучшим, то есть, знаете, такая американизированная такая была теория. В этом нет ничего плохого, но мы социальные больше существа, мы коллективные существа. И эта идея, она не прижилась, она не прижилась, и очень много было сломано судеб, когда я должен быть лучше всех, лучше всех, лучше всех, то есть была такая вот гонка. На самом деле, когда мы говорим о саморазвитии, здесь сравнивать тоже себя не с Ивановым, Петровым, Сидором, а с самим собой. А с самим собой. Какой ты был и какой ты стал. Да, какой ты был и какой ты стал. Вот в этом... Вот твои советы, рекомендации нашим молодым, которые вечно куда-то бегут и хотят уже в 25 иметь всё и даже больше. Нужно просто остановиться и почувствовать вкус жизни. Вот, к слову сказать, да, я вот буквально на днях приехала с очень длительного такого путешествия, путешествовала по России, в Алтае была, была в Сибири, да. Для чего я это делала? Для того, чтобы замедлить скорость жизни, потому что я же тоже живу в этом ритме, да. То есть это очень хорошая такая терапия получается. Да, ну это не терапия, это лучше сказать стиль жизни такой. Но нужно просто останавливать себя. То есть чего я хочу, куда иду, для чего мне это нужно, и нужно ли мне это, и мои ли это ценности. Вот, и попробовать жить в своём собственном сценарии, да, в таком более размеренном, более, ну, в твоём авторском исполнении. Вот и начнём. В твоём авторском исполнении. Вот попробуем уже сегодня. Спасибо, Людмила, спасибо большое за это мнение. Да, очень интересно. А у нас есть и мнение наших зрителей, Людмила. Вот чего ты хотел сказать? Я хотел сказать, вот, кстати, вот, да, вот об этом, о том, что молодёжь хочет сразу и всё. Дело в том, что вот наши отличия, нашего поколения, да, ненамного старшего, да, от этого поколения, благодаря интернету очень многое стало доступно, очень многое стало легко. И нажал кнопку и получил информацию. Мы эту информацию по крупицам, мы как книги доставали. Мы ходили, мы доставали, а в некоторых книге, не было некоторых книг в библиотеках, мы какие-то книги доставали, где-то читали, распечатки какие-то там, да. Того же, я помню, Ричард Бах там появился в первой книге, там, единственная иллюзия. Мы этого же не было в библиотеках, книг этих не было. Мы где-то находили эти распечатки, восьмым шрифтом мы читали эти вот так вот, чуть ли не эти книги. Да, молодежь прям улыбается сейчас, представляет это. И поэтому, да, информация на сегодняшний день, она очень доступна, она очень легко лежит, и поэтому эта информация очень быстро перерабатывается. И поэтому темп жизни совершенно другой, и темп развития совершенно другой. И поэтому, и в этом есть такая иллюзия, иллюзия того, что это может быть быстро. На самом деле ничего быстрого не бывает. Для того, чтобы стать профессионалом в своем деле, нужно постоянно так вкалывать, и так работать. И постоянно нужно находиться на острие всей информации, но нужно, вообще любая, скажем так, реализация, профессиональная, карьерная реализация, она, это всегда огромный труд. Сумасшедший труд, бешеный труд просто. Спасибо большое, очень интересное мнение. Дорогие друзья, зачитаю еще несколько сообщений в Вайбере. Варвара пишет, молодым быть трудно, потому что существует проблема с учебой. Я учусь в медицинском, и учеба занимает большую часть времени. Молодость проходит мимо, написала Варвара. Ну вот, Варвара, да, наши советы как раз для вас. Ну вот, Алла сообщает, что молодым быть очень интересно, это время никогда не вернется, его надо ценить. Николай пишет, ничего плохого нет в том, что наши дети планируют свою жизнь еще подростками, и имеют четкие желания и предпочтения, а главное, знают, как достичь цели. Мне очень нравится такая молодежь. Николай, мне тоже. Спасибо большое. Вы знаете, в конце вот нашей программы хотелось бы обратить внимание, что основным событием на молодежном фестивале, куда отправятся наши ребята вот в Сочи, будет дискуссионная программа. И темы для обсуждения в этот раз предлагаются самые разные, вот от политических вопросов, от ситуации в мире, да, связанные со странами, с войнами, до прав молодежи и даже экологической вот обстановки, экологической безопасности, о том, как она влияет на природу. Безработица тоже входит в перечень этих вопросов. Вот мне интересно ваше мнение. Как вообще вы считаете, мнение молодежи на таком форме, оно может сыграть какую-то решающую роль вот в таких серьезных вопросах? Если этот фестиваль не возымеет какого-то продолжения, да, в плане того, что если молодежь там не услышит, то беда будет. Потому что то, где нам предстоит жить, это нам предстоит жить, да, и мы войдем уже в другой возрастной рубеж, от 30 до 40, у нас появятся другие. И мы уже, для себя кто-то уже вошел в этот рубеж. И мы там хотим для людей, которые, как правило, в руководство, да, более старшего, 45 лет, 50, мы хотим донести, что нам нужно. Потому что эти перемены, даже которые там будут приняты, они не ощутятся прямо завтра, да, это будет 5 лет, может там 3 года, может быть год. Но сам факт, что что-то случится. И наша задача сейчас там добиться того, чтобы случилось то, чего мы хотим. Потому что, а хотим мы... Чтобы вас услышали. Да, чтобы нас услышали. А хотим мы мирного неба, наверное, над головой, а все остальное мы уже сами сделаем, своими руками, своей головой. Ну что же, ребят, мы желаем вам удачи. И ждем в этой студии в ноябре, в Международный день студентов. Кстати, надо сказать нашим зрителям, что студентам нашим повезло, да, свой праздник они отмечают два раза в год. Это 17 ноября и 25 января. Так что, пожалуйста, 17 ноября ждем вас в этой студии, приходите и поделитесь впечатлениями от поездки. Ну а мы, дорогие друзья, можем наблюдать за этим фестивалем, смотреть дневники фестиваля на сайте Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Ну и, конечно же, в социальных сетях. Я думаю, это будет очень интересно. Сегодня мы размышляли о том, легко ли быть молодым. На самом деле, мнения у нас очень разделились. Вот молодежь хочет все-таки как можно быстрее получить и работу, и карьеру, и завести семью. Ну и, конечно же, покорить весь мир, да. Ну и редко видят препятствия на этом пути. Как говорится, море им по колено. Это, наверное, и здорово. Ну а поколение постарше считает, что сегодня молодым людям все-таки сложно, поскольку прицел ценности у них несколько иной. А вот эксперты программы «Добрый вечер Гомель» все-таки утверждают, что если к 30 годам вы финансово, независимо от родителей, научились самостоятельно принимать решения, то ваша жизнь практически удалась. Ведь вы сами теперь решаете, нужно ли вам высшее образование, где работать, какую рубашку купить, а самое главное, какие ценности будут у ваших детей. Дорогие друзья, это была программа «Добрый вечер Гомель», и мы бы хотели закончить сегодняшний эфир душевной музыкой в исполнении Вячеслава Климовича. Спасибо всем за этот добрый вечер. До новых встреч в прямом эфире. Под осенний дождь, так уютно спать, если дыханием твоим плечо согрета. Только если вдруг ты уйдешь опять, я не сумею выжить двести дней до лета. Все, что я хочу услышать, все, что можешь ты сказать, Этот дождь осенний простучит по крыше и научит нас летать. В этой тишине Еле слышал звук Это биение Сердец В потоке света Все, что есть у нас Боль был их разлук Как позабыть бы их За двести дней до лета Все, что я хочу услышать Все, что можешь ты сказать Этот дождь осенний Простучит по крыше И научит нас летать